друзья приветствую вас на своем канале о вязании меня зовут наталья сегодня будет мастер-класс вот по таким замечательным варежкам варежки двойные очень теплые то есть я сделала связаны подкладиком все это в мастер-классе вам буду показывать давайте покажу как они сидят на руке вот такие вот варежки очень теплые получились мягкие мягкие классные пряжу для мастер-класса мне предоставил интернет-магазин мир вышивки это пряжа у нас фирмы мидара называется вот так ангора 2 100 грамм их 75 метров рекомендована ручная стирка стирка в машинке и утюжка запрещена спицы два с половиной три номер цвета у меня 923 это такой серо-голубой цвет но на камере он к сожалению не совсем передается по составу так девочки по составу 50 процентов идет мохер 30 процентов акрил и 20 процентов молодая шерсть очень хороший присутствует пушок у меня одна варежка постирана 2 нет и я уже могу сделать выводы до сравнить после стирки во первых варежка стала намного мягче раз правились петельки то есть вот можно посмотреть видите как как все красиво аккуратно и тут еще как бы все немножечко стянуто то есть вот это вот варежка после стирки она стала мягче она больше распушилась выпустила пушок заполнил пушок полотно и ну вообще классное изделие в итоге вышло прям здорово еще такой момент на две варежки с подкладом у меня ушло всего 57 грамм то есть отличный расход если связать пару варежек с подкладом и варежки без подклада вам вполне хватит одного матка вот такого до соотношение цены и качества просто классно итальянская пряжа я забыла вам наверное сказать это итальянская пряжа то есть она довольно недорогая получается две пары варежек выходят ну очень даже бюджетно поэтому девочки всем вам рекомендую она абсолютно не колется она очень мягкая она пушистая то есть для холодных каких-то регионов да если вы будете вязать варежки носки просто отлично подойдет я варежки вязала в две нитки то есть вот он моток я брала одну ниточку смотка вторую из серединки две ниточки вязала на спицах так дальше вам скажу по моему два с половиной девочки если не ошибаюсь да и что хочу сказать вот допустим в одну ниточку можно вязать отличные шали какие-то палантины не воздушные такие паутинки это будет просто не знаю шикарные изделия и мне кажется вполне матка 750 граммов да вам хватит и довольно по недорогой цене и единственный минус который я для себя отметила в процессе вязания иногда вот сейчас я не знаю попробую найти если я увижу иногда попадаются такие вкрапления то есть ниточка сверху на ниточке как волоски белые ну вот не знаю сейчас не вижу наверно камере вам не видно будет да потому что все серое небольшие белые волоски но они довольно легко убираются снимаются и то есть дальше без проблем можно вязать вот да вот немножечко вот попалась ниточка белая как волоски такие ну шерсть есть шерсть да такое бывает такой эффект я вам оставлю ссылочку на страницу именно вот фирмы мидара мир вышивки закупили несколько видов этой пряжи то есть разные составы можете пройти посмотреть возможно вам какая-то другая пряжа еще приглянется оставлю вам внизу в инфобоксе ссылочки но эту пряжу могу смело вам рекомендовать девчонки правда очень классная себе и взяла как говорится на карандашик да и я думаю что буду в дальнейшем с нее вязать так ну наверное все вам такое основное рассказала до варежки у нас анатомическим пальчиком наверное забыла сказать связаны способом magic лоб по кругу если кто не умеет можете вязать на чулочных но лучше конечно этим способом довольно легко вяжутся я думаю что даже начинающая вязальщица без труда такие варежки свяжет сейчас у нас идут праздники и мне кажется будет здорово подарить вот кому-то и знакомых такие варежки очень теплые я связала своей маме мне кажется этот подарок очень понравится очень теплые мягкие приятные комфортные не знаю одни плюсы только и давайте приступать к вязанию и так давайте приступим к вязанию для начала нам нужно определиться сколько петель нам набирать что я сделала я взяла сантиметровую ленту и померила руку вот в этом месте вокруг до обхват сколько сантиметров у меня получилось то есть я вижу на маму у нее получилось 19 половиной сантиметров поскольку варежки у нас будут двойные я взяла обхват ладони 20 сантиметров дальше что я сделала я на спицах которыми буду вязать спицы номер два с половиной в две ниточки да как уже вам говорила связала образец лицевой гладью небольшой образец лицевой гладью и измерила сколько у меня получилось в 10 сантиметров петель у меня получилось 20 соответственно в одном сантиметре две петли получилось давайте так повыше покажу две петли получилось да то есть я для того чтобы мне начать вязать резинку я сначала нахожу вот эту вот лицевую гладь то есть сколько петель у меня пойдет вот сюда вот так вот на ладошку до чтобы здесь у меня было мне все как раз ну либо на того человека которого я вижу и уже с этих расчетов я знаю сколько мне петель на резиночку набрать значит 20 сантиметров обхват ладони я умножаю на плотность вязания 2 петли получаю 40 петель и плюс 1 петля для замыкания вязания в круг вязать будем по кругу способом magic loop на спицах с леской 80 сантиметров резинка 2 на 2 у нас будет идти она кратно 4 то есть число петель должно делиться вот это вот на 4 на единичку не смотрим она у нас уйдет при замыкании до в круг вот это число должно делиться на 4 если у вас получилось число не кратное 4 добавляйте в большую сторону до того числа которое будет делиться на 4 допустим получилось 38 делайте 40 спицы у сказала два с половиной у нас будут круговые и резиночкой мы свяжем 20 рядов я связала резинку удлиненную вы сможете связать резинку нужной вам высоты да какая вам больше подходит и так набираем на спицы сорок одну петлю я набираю сразу на 2 чтобы вот этот край резиночка не был сильно стянутый когда руку будем просовывать до чтобы у нас не оказался сильно стянутый край поэтому набирайте сразу вот так на 2 сорок одну петлю набрала и дальше нам нужно отсчитать так 20 петель 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 отсчитали перегибаем леску кто не знает способ magic club ни разу с ним не работал да можно вязать в принципе варежки на чулочных спицах но этот способ удобнее вязать все таки способом и джи клуб я сейчас оставлю вам вот здесь ссылочку вверху в правом верхнем углу да у меня есть подробный мастер-класс по мэджи клуба проходите посмотрите может быть так он будет проще вот так я поделила петли здесь у меня на правой спице 20 петель на левой 21 поправляем косички в центр петли все сдвигаем на край аккуратненько чтобы ничего не потерять первую петлю с правой спице переодеваем на левую девочки аккуратно переодеваем на левую переодели беру крючок я при помощи крючка замыкаю если у меня мало петель на спицах ввожу в эту спицу которую мы петлю вернее переодели да и ввожу в петлю первую с левой спицы и и захватываю протягиваю через переодетую одеваю на правую и вот эту петлю у нас полученную мы снимаем я говорю там способе который я показываю в мастер-классе все это очень наглядно показывают девочкам всем нравится кто первый раз связал все смогли понять все замкнули вязание в круг и дальше у нас все легко дальше начинаем вязать резиночку 2 на 2 2 лицевые петли 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные но я думаю что резинку 2 на 2 умеют практически все вязать и таким образом вяжем по кругу как перейти на вторую спицу тоже там можете способе в этом мы посмотреть мастер-классе вяжем по кругу резинку нужной вам высоты и я буду вязать 20 рядов и так я связала резиночку 20 рядов вот такая резинка получилась и дальше мы начинаем вывязывать пальчик и вводить узор для этого приготовьте два маркера и дополнительную спицу либо булавочку при помощи который мы будем делать перекрещивание в узоре значит варежку первую я связала на правую руку сейчас будем вязать на левую соответственно палец нам нужно выделить выделить до для левой руки вот так располагаем вязание вот она ниточка начнем вязать первую спицу здесь будет у нас расположен узор на второй спицы нам нужно выделить и петли для пальчика где будем делать палец что делаем мы отсчитываем две петли вот здесь 1 2 берем маркер 1 и сейчас я его здесь повешу вот так две петли я отделила дальше еще одну петлю и вешаем второй маркер то есть мы через две петли третью выделяем с двух сторон маркерами здесь будем начинать вязать пальчик делать прибавки дальше по узору на узор у нас пойдет всего 16 петель это 2 изнаночные по краям дальше по 6 петель каждая коса и по центру 2 изнаночные у нас на спицы 20 петель соответственно по 2 петли у нас останется с двух сторон так будем вязать теперь для удобства берите листочек и записывайте палец и узор поскольку мы будем делать прибавки на палец через каждые два ряда это нужно будет записывать себе для того чтобы нам потом второй пальчик вязать тоже все синхронно делать по записям и узор также мы будем записывать какие ряды провязали в каких перекрещивания делали тоже чтобы потом нам вторую варежку вязать синхронно все у нас было записано уже так и начинаем вязать первый ряд варежку я подвину чтобы она мне не мешала начинаем вязать первый ряд на первой спице у нас начинается вывязывание узора так и начинаем вязать по 2 петли с краев как мы определили просто лицевые если у вас большее количество петель на варежке 16 по центру оставляете и остальное число делите по краям надеюсь это понятно 2 лицевые петли я провязываю дальше у нас идет одна изнаночная по узору первая коса 6 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 по центру 2 изнаночные 1 2 следующая коса 6 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 1 изнаночная девочки и 2 лицевые у нас остаются с краю 2 лицевые все мы первый ряд узора провязали и первый ряд давайте провяжем пальчика сразу с первого ряда у нас пойдут прибавки на палец здесь мы просто до пальца до маркеров провязываем все петли лицевыми ладошку у нас будет вязаться лицевой гладью тут никакого узорчика у нас нет довязываю до маркеров сейчас в первом ряду мы прибавку сделаем и потом мы будем делать через два ряда то есть в четвертом потом снова через два ряда получается в седьмом до довязала до маркера перебрасываю маркер делаем первую прибавку как делать будем прибавки вот она у нас эта петля мы вводим спицу в протяжку вот так вот спереди и поднимаем на спицу подняли слегка себе можно помочь и нам нужно ее скрещенный вот так вот провязать эту петлю первая прибавка сделано так будем делать всегда при бабочки в начале да вот пальчика провязываем эту петлю лицевой и теперь вводим спицу сзади в протяжку одеваем снова на спицу и провязываем скрещенный уже за заднюю стенку все первые прибавки сделали 3 петли у нас получилось и довязываем 2 лицевые петли здесь все петли лицевыми и берем листочек ваш да и помечаем что палец мы первый ряд провязали узор первый ряд провязали и в пальце мы сделали прибавку в первом ряду я обвожу обычно кружочком что это было у меня прибавочка ну так будет проще ориентироваться потом дальше второй ряд второй ряд вяжем мы по рисунку так сейчас девочки посмотрю 2 2 3 ряды вяжем по рисунку то есть как петли у нас стоят где изнаночная узоре там изнаночная где лицевая там лицевая и здесь также где пальчик просто у нас получается все петли мы вяжем лицевыми сейчас два ряда просто мы провязываем по узору и встречаемся уже в четвертом ряду дальше буду показывать провязали 2 3 ряд по узору 4 ряд здесь мы будем делать перекрещивание в узоре и давайте покажу как мы это будем делать так первые две петли лицевые мы провязываем 1 2 изнаночную провязываем и дальше у нас идут перекрещивания первое перекрещивание будем делать нить перед работой берем дополнительную спицу и снимаем на нее 3 петли оставляя их за работой провязываем 3 лицевые петли 1 2 3 и 3 петли со вспомогательной спицы которые мы переодевали 1 2 3 дальше 2 изнаночные провязываем и второе перекрещивание во второй косе нить за работой 3 петли снимаем на дополнительную спицу оставляем теперь перед работой провязываем 3 лицевые петли 2 3 и 3 петли которые мы пересняли 1 2 3 и довязываем изнаночную и 2 лицевые сделали перекрещивание четвертом ряду разворачиваем вязание второй спицы дай на вторую спицу где у нас идет пальчик здесь мы будем делать снова прибавки четвертый ряд то есть через два ряда мы сейчас добавим петли у нас будет не 3 опять петель уже на пальцы довязываю лицевыми петлями я с вами буду провязывать получается такие важные ряды где у нас будут идти просто по узору буду говорить мы будем вы будете самостоятельных провязывать так делаем прибавку вводим спицу опять вот так вот спереди до поддеваем и слева направо провязываем за переднюю стенку лицевой провязываем 3 лицевые и еще одна при бабочка теперь сзади вводим спицу одеваем на мой до одеваем петлю на левую спицу и провязываем лицевой скрещенный за заднюю стенку все опять петель у нас теперь на пальчики записи обязательно делайте поскольку мы будем потом вязать еще подклад для варежек именно вот по этим записям нам здесь нужен будет обязательно пальчик смотреть до пальчика количество рядов в общем так пишу четвертый ряд на палец прибавку сделали обвела пишу здесь четвертый ряд перекрещивание сделали обвела и запоминаем перекрещивание или как-то тоже себе помечайте в какую сторону делаете перекрещивание так теперь у нас идет по пальчику 5 6 ряд по узору мы просто вяжем по узору так по узору нам теперь нужно будет перекрещивание делать аж в семнадцатом ряду теперь самостоятельно смотрите будем вязать до 17 ряда 16 рядов должно быть у вас провязано то есть вот где мы сделали перекрещивание по узору вы теперь просто вверх вяжите по схеме две лицевые изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых изнаночные 2 лицевые просто так продолжаете вязать чтобы 16 рядов было вывязано а где пальчик делайте прибавки через два ряда то есть сейчас в седьмом потом 8 9 провязываете в десятом так до в десятом потом в пятнадцатом и на 16 ряду мы останавливаемся надеюсь тут понятно это все сами сейчас справитесь значит 16 рядов провязываю и включаюсь так я провязала получается 16 рядов прибавки на палец я сделала 1 4 7 10 13 и 16 ряды так сейчас на палец нам прибавку делать не нужно будет просто провяжем и в этом ряду в семнадцатом у нас идут перекрещивание в косе так перекрещивание перекрещивание будем делать так же как мы делали в четвертом ряду здесь давайте вместе сделаем 2 лицевые изнаночная дальше нить перед работой 3 петли снимаем и оставляем за работой 3 петли провязываем лицевой 1 2 3 3 петли со вспомогательной спицы 1 2 и 3 так дальше провязываем 2 изнаночные 1 2 теперь 3 петли у нас снимаются и оставляем перед работой провязываем 3 петли 2 3 и 3 снятые 1 2 3 так довязываем 1 изнаночную и 2 лицевые все сделали перекрещивание дальше мы провязываем довязываем этот ряд пальчик просто провязываем следующее перекрещивание девочки сейчас я посмотрю будет в двадцать первом ряду и что мы дальше делаем следующую прибавку на палец мы делаем 19 ряду это будет последняя уже при бабочка и провяжем 20 ряд просто по узору да и здесь мы также вяжем сейчас до 20 ряда по узору то есть 20 рядов у нас будет провязана и мы встречаемся будем вязать 21 ряд будем делать перекрещивание 20 рядов провязана в двадцать первом ряду мы пальчик просто провязываем где у нас перекрещивание делаем перекрещивание также как мы их делали вот как делали предыдущие в семнадцатом ряду также делаем перекрещивание сейчас сделаем перекрещивание и провязываем просто пальчик я сделала перекрещивание в двадцать первом ряду дальше провязала просто палец 22 ряд мы провязываем теперь узор наш просто по рисунку до 22 ряд я провязала и где палец в двадцать втором ряду мы сейчас будем переснимать вот эти петли на дополнительную ниточку отрежьте небольшую дополнительную нить возьмите крючок и сейчас мы переоденем петли так сейчас нам нужно провязать вот эти лицевые петли до пальца на пальцы после всех прибавлений у нас 15 петель должно получиться так довязываю до пальчика маркеры нам теперь уже не нужны я убираю и вот эти петли пальцы нам нужно переодеть на дополнительную нить ввожу крючок в петлю захватываю дополнительную нить продеваю петлю снимаю и вот так все петли мы сейчас переоденем и вот я переодела все петли тоже маркер убираем нам не нужен вот они 15 петель у нас на дополнительной нити дальше что нам нужно сделать берем нашу рабочую нить вот так набрасываем на палец и нам нужно поднять 3 петли 2 3 подняли 3 петли и дальше присоединяем их вот к этим последним двум лицевым который у нас после пальчика присоединили и вот мы отделили получается пальчик вот так должно это выглядеть дальше так это у нас пишем 22 ряд 22 ряд 23 ряд мы сейчас про вяжем просто по узорчику да как у нас петли стоят так и есть вот мы сейчас по кругу просто провяжем вязали получается 23 ряд по узору 24 ряд вяжем также у нас где узорчик мы по узору петли провязываем где у нас пальчик разворачиваемся здесь нам нужно сделать убавки в двадцать четвертом ряду провязываем все петли лицевыми не доходя 6 петель вот они у нас 6 петель остались смотрите вторую варежку когда будете вязать зеркальном отражении да у вас получается что будет пальчик с этой стороны также две петли будет с краю третье у вас будет выделено будете делать прибавки все то же самое как здесь только здесь у вас получится пальчик также нужно будет потом переодеть 15 петель на дополнительную нить и три петли добрать на спицу не забыть что три петли нужно будет добрать на спицу и также как сейчас здесь вы будете делать убавки только с этой стороны у вас 6 петель останется то есть все то же самое только в зеркальном отражении вот и не 6 петель остались 3 петли которые мы набирали вот они у нас идут дополнительно до набирали нам сейчас вот эти две петли нужно убавить получается раз два три четыре отсчитываем вот эти две нужно убавить разворачиваем эти петли чтобы они у нас были правильными стеночками то есть они чтобы располагались вот так на спицы две петли вместе лицевой за заднюю стенку сделали убавку провязываем одну лицевую петлю и дальше две петли убавляем уже слева направо вводим спицу две петли и провязываем лицевой сделали убавочку и довязываем одно лицевую петлю все основное все такое важное самое мы сделали помечаю себе 24 ряд здесь у нас была убавка и в узоре 24 ряд теперь мы будем вязать просто по кругу с пальчиком и разобрались больше ничего делать не нужно будем вязать по кругу вывязывая узор и выгоняя длину нужную нам единственное тут нужно будет сейчас делать перекрещивание следующее не так как мы здесь сделали тут в одну сторону я перекрещивание сделаю вы можете в принципе сделать перекрещивание также как мы и делали без разницы видите вот здесь мы делали перекрещивание в разные стороны а тут я решила сделать вот так вот по центру в одну тут опять в разные ну мне так захотелось вы можете тоже в разные здесь делать как как уже привыкли да сейчас вот до этого места я довяжу и сделаем с вами вот это перекрещивание еще это у нас получается так девочки тридцать четвертый ряд то есть 33 ряда когда будет провязана я подключусь и мы сделаем с вами перекрещивание сейчас мы 24 ряда с вами закончили все вяжем по узору самостоятельно дальше вывязываем высоту тридцать четвертый ряд и здесь мы делаем снова перекрещивание смотрите я здесь делала перекрещивание вот вправо да то есть я оставляла по три петли за работой здесь и здесь сейчас я сделаю в обратном направлении чтобы у меня в зеркальном положении получились варежки можете также сделать здесь я оставлю просто перед работой провязываю так итак провязываю 2 лицевые петли 1 изнаночную и оставлю 3 петли перед работой так провязываю 3 петли 3 петли с дополнительной спицы до дальше 2 изнаночные и снова 3 петли оставлю перед работой на той варежке я за работой оставляла здесь перед работой надеюсь этот момент понятен 3 лицевые петли с дополнительной спицы и довязываю изнаночная и 2 лицевые так это у нас получается 34 ряд ну и провяжу вторую спицу понятно это перекрещивание сделали дальше у нас следующие будут перекрещивание в сорок седьмом ряду то есть 46 рядов сейчас у меня я буду провязывать это будут вот эти перекрещивания подряд они тут по моему через три ряда идут то есть вот это 46 ряд но и 47 точнее ряд 46 сейчас я провязываю и мы снова с вами встречаемся 46 рядов провязала теперь дальше самостоятельно будем довязывать до момента убавок и сейчас объясню как в сорок седьмом ряду делаем снова перекрещивание как мы делали в разные стороны до дальше провязываем так 40 8 49 50 3 ряда по узору в 51 снова перекрещивание также делаем то есть вот это вот сейчас здесь у нас повторится как мы делали так впереди в 51 значит второе перекрещивание и дальше с 52 по 55 ряд вяжем еще по узору всего 55 рядов у нас получится и дальше начнем делать у бабочки там я потом покажу на каком моменте я остановилась по пальцам до сколько должно быть закрыто чтобы начать делать убавки значит еще раз повторяю в сорок седьмом перекрещивание в пятьдесят первом перекрещивание и 55 рядов всего должно быть вывязано все это мы с вами уже проделали я думаю дальше вы сейчас справитесь и до вяжите до убавок и так я вывязала полностью длину которую мне нужно так давайте сейчас примерю покажу вам то что получается где я остановилась да и вот смотрите вот что получается то есть у меня закрыт мизинец вот так и после него еще немножечко я провязала да ну вот на такой стадии сейчас я остановилась 55 рядов у меня провязана в пятьдесят шестом и не будем делать первую у бабочку убавки сначала мы будем делать через ряд там уже в конце в каждом ряду но сейчас все это вам покажу как делаем убавки провязываем одну лицевую петлю первую мы ее всегда будем провязывать и следующие 2 вместе вот эту петлю в начале я ее разверну чтобы она правильно вот так вот у нас располагалась дальше идет изнаночная с изнаночной вместе провяжу лицевой за заднюю стенку сделала убавку дальше провязываю мы теперь больше никакие перекрещивания делать не будем здесь мы вяжем дальше все как у нас стоят по узору петли так и довязываем до последних трех петель то есть здесь у нас изнаночные 2 лицевые и будем провязывать вот эти две петли вторую и третью слева направо вводим спицу за заднюю стенку лицевой и в конце тоже одна лицевая у нас остается провязали и с этой стороны где ладошка будем делать то же самое то есть на двух спицах будем делать одинаково лицевую провязываем начале две петли разворачиваем чтобы они у нас располагались нужной нам стеночкой провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку дальше вяжем все петли лицевыми до последних трех петель и в конце снова мы сделаем убавку так три петли еще одна три петли осталось вот эти две петли 2 3 мы тоже будем убавлять слева направо ввожу спицу и провязываю лицевой за заднюю стенку и лицевая петля вот так будем делать убавки так получается мы в пятьдесят шестом сделали убавку пятьдесят седьмой ряд по узору провязываем дальше в пятьдесят восьмом убавка пятьдесят девятый по узору в шестидесятом убавка и дальше в каждом ряду так давайте сейчас тогда провяжем пятьдесят седьмой пятьдесят восьмой пятьдесят девятый шестидесятый ряды 4 ряда мы провяжем да и в пятьдесят восьмом и в шестидесятом сделаем еще у бабочки тут получается мы с вами через ряд убавки делали сейчас вот я в шестидесятом ряду бабочку сделала и теперь дальше нужно убавки делать в каждом ряду то есть в шестьдесят пятом будет последняя убавка у вас так и продолжаем первую петлю мы провязываем дальше 2 вместе и в конце также две предпоследние мы тоже провязан ну как сейчас я вам показывала шестьдесят пятом ряду получается у нас будет последняя убавка все я убавки все сделала последняя была в шестьдесят пятом ряду обстригла небольшую ниточку на спицах сейчас 8 петель всего у меня осталось и теперь я так вот крючок вожу в петлю и продеваю нить переодену получается все петли на ниточку переодела все петли на ниточку и затягиваем все вот такой мысочек у нас симпатичный получился да как листиками сюда закрылась красиво все теперь нам эту нить нужно вывести на изнанку просто изнутри мы вводим крючок вот в это отверстие до подхватываем нить и туда прячем так выворачиваем хорошенько здесь подтягиваем и закрепляем просто можно несколько вот таких сделать закрепочек 1 2 тут будет у нас подклад вязаный тут можно ниточку нам не прятать потом ее не будет видно три раза вот так я сделала закрепила так сейчас небольшой кончик оставлю все она никуда не денется и вот что у нас должно получиться вот я одела сейчас варежку на руку все расправляем вот вот такая красота и переходим теперь к пальчику пальчик будем вязать на тех же спицах берем те же спицы и нам нужно переодеть вот эти вот петли смотрите вот так вот расположен палец тут 8 так фокус здесь 8 перри снимем и тут 7 у нас всего 15 до 2 4 6 8 я просто вот так сейчас одену их на спицу и ниточку вытяну так 8 вот и вытянула ниточку да и здесь этой стороны также я сделаю 7 петель также продену сейчас спицу через них и и вытянули все переодели и вот так это у нас теперь выглядит дальше нам нужно присоединить нить вот здесь где мы добирали 3 петли вот они три петли по центру то есть ввожу крючок вот так беру ниточку нашу где она у меня тут вот она девочки и здесь сейчас я ее присоединю просто привяжу и начнем вязать пальчик так смотрите нам нужно поднять помимо этих петель еще вот здесь нам нужно поднять да здесь 8 нам нужно чтобы здесь получилось 9 и здесь 9 здесь у нас 7 петель значит что делаем берем 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 дополнительную спицу так мы получается вот они три петли наши мы 2 сейчас задействуем 1 вторую подхватили и третье вот она идет косичка мы возьмем у нее вот эту вот боковинку вот так три петли сейчас у нас да и дальше что мы делаем вот эта боковинка и следующая первая петля из трех нам нужно из них сделать одну то есть мы сейчас вводим нашу спицу тут немножко туговато вот так и набрасываем на поднятую сбоку вот таким образом получилось у нас осталось вот эти две петли у нас здесь дырочки просто не будет и и теперь переодеваем их на спицу дальше начинаем вязать понятно надеюсь да здесь было семь теперь у нас здесь девять получилось мы подняли три и здесь из двух сделали одну и начинаем вязать это будет первый ряд лицевыми петлями провязываем провязываем вот эти девять петель с той стороны мы сейчас поднимем две петли и из них сделаем одну тоже у нас получится девять петель вот переходим на вторую спицу сейчас сейчас вот эти петли мы тоже провяжем до того момента где нам поднимать два три четыре пять шесть семь восемь вот здесь нам нужно также поднять получается мы вот эту поднимаем петлю вот идет косичка у нас боковинку у последней до и здесь которая была у нас еще одна от трех оставалась вот она подняли и здесь также нам нужно сделать так сейчас давайте мы их переоденем на дополнительную спицу чтоб полегче было вот так сейчас это получается теперь нам вот эту петлю нужно на эту накинуть вот так накинули эту петлю нам нужно провязать это будет девятая петля у нас получилось все теперь у нас на всех спицах по 9 петель всего 18 и дальше мы будем вязать просто по кругу по кругу высоту вывязывать пальчик 20 рядов это был первый значит еще 19 вверх я вы вижу и вот я провязала 20 рядов пальчика и нам осталось делать закрытие закрытие петель закрывать будем сразу по две петли вместе то есть сейчас нам нужно первые две петли переодеть нужными стеночками две петли берем переодеваем вот так да чтоб они у нас расположены были и за заднюю стенку две вместе провязываем провязали следующие две петли также переодеваем и за заднюю стенку две вместе провязываем и так сейчас все петли по кругу мы по 2 вместе провязываем и следующий ряд также по 2 вместе провязываем то есть два ряда убавок второй ряд когда будет будете заканчивать одна петля лишняя останется вы просто лицевой провяжите и у вас должно остаться на спицах всего 5 петель сейчас мы обстригаем ниточку небольшую и так же как делали с мыском да с верхом варежки так сейчас девочки просто эти петли переоденем так просто переоденем на ниточку вот так и со второй спицы все у нас практически получается варежка связана кому подкладик не нужен просто вот готовая варежка получилось да осталось только ниточки все спрятать и все кому нужны теплые варежки сейчас расскажу как мы будем вязать подклад все спицы убираю чтобы не мешались затягиваем также пальчик продеваем туда ниточку наизнанку и ее там закрепляем и вот что получается давайте примерю покажу вот смотрите как идеально сел пальчик все замечательно тут мы с вами две вместе петли делали у нас за счет этого дырочек нигде никаких нет все отлично так теперь по подкладу смотрите после того как вы связали две варежки вам нужно связать два подкладика подклады будем вязать без резинки просто лицевой гладью то есть берем нашу схему да вот которую мы с вами писали и нам здесь нужно будет ориентироваться набираем на спицы те же на которых вязали варежку тоже количество петель то есть 40 и плюс 1 в первом ряду замкнем вязание в круг и сразу так первый ряд мы получается провязываем просто по кругу после того как замкнули вязание в круг мы первый ряд просто провязываем по кругу и со второго ряда уже начинаем делать прибавки на пальчик узор нам тут не надо вывязывать все легко просто вяжем по кругу делая прибавки на пальчик через каждые два ряда смотрим единственное у нас здесь сдвинется то есть мы первый ряд просто провяжем а во втором уже сделаем прибавку потом в пятом да в пятом восьмом то есть будем делать прибавки пока у нас не окажется на пальчике 15 петель так же как и на варежке я это показывать все не буду это все то же самое делается поэтому смысла нет здесь провязывать с вами сделали прибавки когда 15 петель получилось у вас на пальчике вы провяжьте еще один ряд мы с вами провязывали в основной варежке два ряда после того как сделали последнюю прибавку на палец два ряда еще провязали здесь вы провяжите один еще ряд и дальше все то же самое также переснимите петли пальчика также потом нужно будет убавочку сделать как мы с вами делали все это смотрите как мы вязали варежку получается только на один ряд у вас поменьше получится провязано да и дальше потом вяжите вот эту часть полностью по схеме как мы с вами вязали единственное тут мы отмечали где перекрещивание делали вы просто это количество рядов вяжите но у вас получится на один ряд покороче за счет того что мы здесь провяжем с вами один ряд после последней прибавки на палец не два а один получится на один ряд покороче варежка также у бабочки все делайте как мы и делали все то же самое тут все одинаковое нигде никаких я больше изменений не делала и вот получается два подкладика свяжите на левую и на правую руку и дальше нам нужно будет так давайте лишнее все уберу дальше нам нужно будет взять иголку нитки уберу все чтоб не мешало нам иголочку с ниточкой я взяла в одну ниточку буду в одну ниточку пришивать теперь мне еще нужно будет сейчас запрятать кончики вот эти вовнутрь и на варежки тоже запрятать и все и будем пришивать дальше покажу как будем вшивать подклад и так я запрятала все кончики одеваю ну вот тут у меня осталось в начале я потом эту ниточку заделаю одеваю подклад на руку беру варежку и вставляю в варежку так аккуратненько тут все хорошенько мы плотненько делаем вот так это получается очень теплая получается хорошая варежка вставили дальше аккуратно снимаем и выворачиваем выворачиваем так вот он у нас подкладик берем иголочку и теперь просто по краю будем пришивать через край крайнюю петлю у подклада и вот здесь где у нас получается резинка закончена вот по этому краю я буду пришивать здесь сначала я оставлю кончик чтобы потом мне все это тут сшить хорошо закрепить да и в каждую петельку в каждую вот таким образом это все через край буду пришивать вот так в каждую петельку пришиваю все тут можно уже потихоньку подтягивать но сильно не затягивайте чтобы у вас не стянулось полотно чтобы у вас рука свободно потом проходила вот таким образом сейчас я все это пришью все пришиваем по кругу и будет все готово и вот я по кругу все прошила и смотрите вот эти ниточки которые остались можно вот так их запрятать между подкладом и варежкой введите крючок аккуратненько между да вот тут вы видите где ниточки захватываете ниточки и продеваете аккуратно вовнутрь расправляете все и их не видно будет они будут внутри между подкладом получается и варежкой и вторую вот смотрите как все аккуратно получится так ну и мне осталось последнюю ниточку сделайте все все вот он подкладик наш пришит вот все отлично все села по руке и вторая варежка получается тут мы подклад не делали где резинка утолщения нет здесь тоненько да все чтобы это под пуховик либо куда-то это место у нас прячется обычно утолщение нет а здесь все тепло все здорово вот такие варежки у нас связались на этом мастер-класс буду заканчивать надеюсь что смогла вам все подробно понятно объяснить огромное спасибо что вязали вместе со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки еще очень много всего интересного ждет нас впереди всем до новых встреч пока 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 пока